добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами испечем свой первый хлебушек хлебопечки который я купила недавно делала на нее обзор это redmond 1907 вот такой французский хлебушек с сыром если вам это интересно оставайтесь со мной до конца и давайте приготовим его вместе с вами ну свой первый хлебушек я буду печь французский сыром вот такой вот у меня вот сын заказал испечь такой хлебушек как получится не знаю будем смотреть вместе с вами а для этого хлебушка мне понадобится мука пшеничная 440 грамм пармезан 90 грамм молоко сухое 50 грамм сахар 30 грамм дрожжи 12 грамм соль 10 грамм базилик 5 грамм вода 280 миллилитров и масло растительное 40 миллилитров я уже пармезан пармезан смешала с базиликом ну и сейчас будем закладывать закладывать все наши ингредиенты хлебопечку рецепт будет также еще указан под видео если кому-то будет интересно и теперь все будем выкладывать производители советуют перед тем как закладывать продукты смазать лопасть и форму маслом что я и сделала смазала маслом слушаемся производителя так сейчас надо налить воду после воды идет масло растительное дальше высыпаем соль потом сахар дальше идет мука ну вот высыпали всю муку дальше идет сухое молоко потом идут дрожжи производитель советует сделать такую ямочку и высыпать дрожжи и потом идет смесь сыра и базилика ну вот так вот все получилось сейчас будем ставить все это нашу машину когда вы не увидели вверх и закрываем крышку и надо установить программу номер два пренч-брид и вес 750 грамм корочка медиум готовить до окончания программы так сейчас ставим программа номер 2 еще знала бы где она могла забраться программа 2 поставили дальше 750 грамм теперь надо поставить 750 грамм поставили 750 грамм даже без инструкции могу установить посмотрите хотя здесь табло у нас не на русском языке цвет горочки медиа уже стоит медиа готовить до окончания программ часто понимают нажать старт буду нас запекаться 3 часа 34 минуты в общей сложности через 3 часа 34 минуты мы с вами увидимся давайте подглянем как она там замешивает у нас какой уже колобочек получился классный мы ждем вот прошло 10 минут давайте еще посмотрим что у нас там ой смотрите какой красивый ой какой классный колобок получился посмотрим что будет дальше хочу еще немножечко продолжить обзор этой хлебопечки где-то я читала в отзывах что якобы кто-то там писал что при замесе печка прыгает чуть ли не прыгает посмотрите стоит спокойно ничего она не прыгает писали что очень шумная но вы знаете мне сравнить не с чем да но звук вы слышите какой даже поближе поднесу я не знаю это шумно не шумно и мне не с чем сравнить также здесь сбоку еще есть выключатель эту печку можно выключить с помощью кнопочки я когда делала обзор забыла сказать вам по поводу запаха кто-то писал что запах стоял чуть ли не двое суток вот сейчас она замешивает там ну конечно еще будет печь я вам скажу присутствует легкий запах легкие легкие совершенно этой заводской смазки как производитель и предупреждал нас что при первом выпекании может быть немножко запах это такой запах который не критичный как и во всех по моему хлебопечка везде но не такой как где-то я читал что чуть ли не два дня стоял в общем запах не сильный печка не прыгает не могу сказать что она дико шумно работает не знаю по моему нормально работает ну в общем вам все слышно все видно пока все нормально сейчас у хлебопечки вернее не у хлебопечки а у хлебушка пошел подъем хлебопечка остановилась на функции подъем я очень извиняюсь за качество видео потому что хлебопечка стоит на подоконнике и свет вообще ужасно получается ну хоть так чем вообще никак так осталось по времени 259 вау посмотрите как поднялось тесто почти до самой крышки обалдеть я в шоке вот купила себе игрушку супер так сколько там по времени осталось 229 так друзья ну что у меня тут с французским хлебушком опустилась верхушка знаю почему что не так сделала вот такая корочка получилась шикарная просто не смотря на то что верхушка у меня вообще получилось непонятно какая зато сам хлебушек получился просто когда он остынет я его разрежу посмотрим и лопасть осталась внутри не в хлебе а здесь осталось где-то печки и посмотрим когда дальше что там внутри у нас получилось закроем его полотенчиком и пусть остывает ну давайте разрежем его посмотрим что получилось из него ну замечательный получился хлебушек посмотрите какой очень хороший получился хлеб несмотря на то что верхушечка опала конечно желательно чтобы она была нормальная возможно что-то я сделала не так ну как бы для первого раза все равно у меня хлеб получился нормальный ну вот дорогие друзья наш первый хлебушек французский с сыром хлебопечки редмонд готов несмотря на то что он получился такой кривой самое главное что он получился очень вкусный ну будем трудиться над его качеством и внешним видом ну качество хорошее осталось посовершенствовать внешний вид но так он очень вкусный если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а мы с вами увидимся как всегда в следующем видео до свидания а и а и 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 а